Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат» на часах 13.05. Мы, как всегда, рады приветствовать вас из студии в прямом эфире 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы нашим гостям, ну и, конечно же, ждите розыгрыши призов. Обязательно разыграем сегодня что-нибудь интересное. Что ж, сегодня в студии «Универсального формата» мы встречаем представителей Самарской городской общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы». Ну и поименно представлю, собственно говоря, их представителей. У нас сегодня в гости заглянула к нам Екатерина Акинцева. Здравствуйте, Екатерина. И Виктория Петрухнова. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Ну и прекрасная, замечательная Елизавета, дочь как раз Виктории, которая тоже с нами немножечко поделится сегодня своими впечатлениями об этом центре. Ну, во-первых, напоминаю нашим друзьям, нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, я думаю, они с радостью на них ответят. 202-11-22. Задавайте вопросы, если в какой-то я пропущу, какой-то обойду стороной, ну а у вас он возникнет. Я думаю, наладим беседу с нашими телезрителями, не только с нами в эфире. Что ж, давайте сначала поговорим, я предлагаю, о начале, о истории, как давно существует эта общественная организация, как начала развиваться, с чьей помощью, кто главный инициатор такой идеи. Расскажите. Вообще наша организация существует уже 3,5 года, она была зарегистрирована в октябре 2013 года, но понятно, что свое существование получила задолго до этого. И вот все, конечно, началось с рождения детей и, наверное, с новости о том, что у ребенка проблемы. То есть когда тебе говорят, что у ребенка проблемы, причем проблемы такие, что это не порез, не царапина, что это скоро не заживет, и предупреждают о том, что у ребенка могут быть двигательные проблемы с речью, возможно, слух, возможно, зрение. То есть мы не знаем точно, что, но, в общем, ты остаешься наедине вот с этой информацией, и, в общем, как-то начинаешь искать выход из этой проблемы. И вот мы все познакомились когда-то в интернете, начали общаться, и оказалось, что родители все инициативные, готовые помогать детям. Сначала общались, обменивались как-то информацией, делились, узнавали друг у друга, а потом просто появилась возможность и появилось, прежде всего, желание что-то сделать самим. А поскольку на первом этапе для ребенка самое важное это двигательные навыки, то первое, что захотелось сделать, это пройти курс такой качественной реабилитации. Вообще реабилитационных центров в России не так много, и, конечно, поучаствовать в таких курсах всегда очень такое серьезное предприятие. То есть оно, во-первых, дорогостоящее, во-вторых, очень большие затраты сил, потому что надо ребенка маленького везти куда-то. И появилась идея, а может быть, давайте позовем вот этих специалистов в наш город. А поскольку идея появилась, то как-то и появилась и возможность. Вот был проведен первый курс, и все почувствовали от этого большие выгоды, потому что были приглашены очень хорошие специалисты, и не выезжая из дома, оставаясь там в кругу семьи, и твой ребенок получал качественную помощь. Теперь эти курсы у нас стали традиционными. Теперь вот у нас совсем недавно закончился уже 11 курс. Потом у нас детки взрослели, и понятно, что кроме реабилитации им, ну то есть возникла, наверное, потребность их социализации, чтобы они тоже были в коллективе своих сверстников. И тоже обнаружилась как бы недостача вот этого в нашем городе, и, наверное, желание сделать что-то для них самостоятельно. Мы обратились в администрацию города, и как бы очень хорошо, что мы нашли поддержку и понимание. Нам было выделено помещение общей площадью 100 квадратных метров. Спонсоры помогли нам провести ремонт. И вот в декабре 2013 года у нас начал функционировать наш центр. На базе нашего центра существует досуговый клуб, где дети у нас общаются, играют, что очень важно, конечно, для детей. Я думаю, о центре, о досуговом клубе мы поговорим чуть-чуть попозже. У нас тем более припасен сюжет, так что, дорогие телезрители, ни в коем случае не переключайтесь, расскажем и об этом. Вначале хочется спросить у Виктории, как вы узнали об этой организации, о Детях-Ангелах. Как давно вы туда пришли? Вот расскажите свою историю. Родился ребенок в 2009 году. И после того, как мы выписались из роддома, из отделения патологии новорожденных, стали собирать информацию в интернете. А что делать дальше? Потому что дальше был только педиатр и невролог, которые говорили, надо заниматься. Реабилитационные центры, которые предлагают, ну, предлагались в нашем городе, это раз в полгода реабилитация. Стали искать информацию в интернете и наткнулись на общероссийский сайт Дети-Ангелы. Самарская тема. Ты отсюда поднимай. Где общались самарские родители. Таким образом нашли тех, кто заинтересован тоже в улучшении жизни своих детей. В общем, это конкретно мы, конкретно наша семья присоединились к организации в самом начале. И в 2011 году мы вступили. В нее уже официально, когда она стала существовать, и с самого начала мы с ней, с самого, можно сказать, раннего возраста. Но вы выступаете именно в качестве только родителя, то есть как участник, либо так или иначе в качестве организатора тоже. Роль организатора на себя необходимо перекладывать. Как вообще происходит работа в вашем центре изнутри? В нашей организации только родители. То есть у нас все родители заинтересованы в улучшении качества жизни своих детей, заинтересованы в их социализации и реабилитации. И поэтому и я, и Екатерина, мы тоже, в общем-то, являемся непосредственно родителями. Но если говорить обо мне, то я принимаю участие больше в праздниках. То есть праздники организую, помогаю организовывать праздники. Различные тематические встречи и так далее. Ну и по мере возможности, если в общем-то в организации каких-то занятий в нашем клубе, в нашем центре «Дети-ангелы». 2013 год, декабрь, у вас такое знаковое событие, открытие вашего центра. Я предлагаю как раз посмотреть, наверное, сюжет об этом, вообще о вашей организации, а после вернуться в студию и как-то прокомментировать. Смотрим. Их называют «ангелы с надломленными крыльями». По российской статистике, у пяти детей с тысячи диагноз ДЦП. Это не приговор. При грамотном лечении все можно исправить. Самарская общественная организация «Дети-ангелы» открыла Центр реабилитации и социальной адаптации для детей с детским церебральным параличом. Мы планируем здесь работу специалистов с нашими детьми, логопедов, дефектологов, возможно, инструкторов ЛФК, какие-то просто встречи для эмоциональной, психологической разгрузки детей и родителей. А дальше посмотрим, как пойдет. Когда в семье рождается особенный ребенок, родители остаются один на один с проблемами. Друзья и родные уходят на дальний план, и кажется, что никто не способен себя понять и поддержать. Эти люди объединяются перед единым врагом – болезнью ребенка. Центр помогает, во-первых, в психологическом плане осознавать, что ты не один такой. И в этом городе, в этой стране есть много людей с такими же проблемами, как у тебя, которые не опускают руки, глядя на них. Ты тоже понимаешь, что нужно бороться за здоровье своего ребенка. Многие ребята с ДЦП после курса в реабилитации делают свои первые шаги, начинают говорить. Если начать занятия в раннем возрасте, у них возрастают шансы пойти учиться в обычную школу. Около 150 семей планируют посещать этот центр. Родители малышей надеются – в такой теплой атмосфере у детей вырастут крылья. Ну вот такой информационный сюжет. Мы слышали то, что действительно многие родители хотели посещать этот центр. Сколько сейчас семей в вашем центре, сколько активных участников? Ну вот, как и было сказано в сюжете, вообще членов нашей организации около 70 человек уже. Но людей, которые участвуют в тех или иных наших мероприятиях, значительно больше. И я так думаю, что вот за последнее время о нас узнало очень много семей. И кто-то принимает участие в праздниках, кто-то принимает участие в реабилитационных курсах, кто-то посещает дети. Досуговый центр. То есть в любом случае мы как-то вот поддерживаем связь. Замечательно. Ну, знаете, мне хочется вот сказать, на самом деле, глядя на Елизавету, на этого солнечно-замечательного ребенка, который активно ведет нас в судьи, ну, во-первых, наверное, всем родителям, чтобы они не отчаивались в любом случае, да, потому что это действительно, это огромная радость, что у тебя есть ребенок. И вот хочется поговорить о такой проблеме, наверное, я бы сказала, потому что сейчас можно диагностировать какие-то патологии уже на ранних сроках беременности, и многие мамочки, они отказываются от своего ребенка. Вот вы как с опытом, вы видите, вот сколько, кстати, Лизе лет? Пять. Вот пять лет счастья, я так понимаю. Что можно сказать таким мамам, которые боятся, пугаются, и которые вообще ставят под сомнение жизнь своего ребенка? Ну, диагноз ДЦП, вот уже на собственном опыте, могу сказать, он очень удивительный. У нас, я не знаю таких детей, которые бы при реабилитации, при внимании со стороны родителей не получали бы результатов. То есть результат есть всегда. И нужно, конечно, уметь принять ребенка таким, какой он есть, со своими недостатками, вот, углядеть все-таки даже в самых тяжелых ситуациях и достоинства тоже ребенка, и не забывать развивать, не только устранять недостатки, но и развивать его достоинства. Потому что диагноз ДЦП, он не лечится, не излечивается до конца, он не снимается, к сожалению. Вот, но я думаю, что любой каждый может стать исключением, я, по крайней мере, в это верю, в своего ребенка. И абсолютно все дети, вот наши дети, мы видим точно, что они все получают результат, и поэтому родители стремятся двигаться дальше, действуем мы сплоченно, каждый родитель у нас вовлечен в какую-то деятельность, со своей, с любовью, с новой идеей, мы все обсуждаем на форуме, либо при личных встречах, и внедряем эти идеи, вот, что казалось невозможно сделать в Самаре, сделали возможным, нет детских садиков для тяжелых деток, у нас в досуговом клубе, тяжелые детки получают внимание, мамы могут заняться своими какими-то делами, там, оставить там ребенка на какое-то время, то есть, этот вопрос мы решили, опять же, родители, которые заинтересованы в части своих детей, в их реабилитации, социализации, это все сделали сами, своими руками. Главное объединиться, главное понять, что поддержка есть, поддержка на рядом. У нас есть вопросы для нашего телезрителя, собственно говоря, ответив на которые правильно, вы получите билеты на замечательный спектакль «Юнона и Авось на льду», состоится это событие 23 февраля в ЦСКА ВВС, собственно говоря, вопрос мой звучит так, что вдохновило Уорна Уотзона на создание Сиднеевского оперного театра? Парусный корабль, створки раковин на песке, либо апельсиновые корки, 202 на 11-22. Что же послужило созданием такого символа, на самом деле, Австралии? Я думаю, быть может, кто-то и попытается ответить верно на этот вопрос, тогда получите, еще раз повторяю, билеты на спектакль «Юнона и Авось на льду». Я кажется, это замечательный приз, за который стоит побороться. И вот включить фантазию, подумайте, что же напоминает Сиднеевский оперный театр? Парусный корабль, створки раковин на песке, либо апельсиновые корки. У вас есть вариант ответа? Ну, пока не говорите, мы проверим просто, сойдет ли ваш вариант ответа, будет ли верно, неверно, потом нам расскажете, когда телезритель до нас дозвонится. Что ж, у нас есть фотографии, заготовленные вами. Давайте посмотрим фотографию, которую описывает досуговый центр ваш, досуговый клуб, и вы нам расскажете, собственно говоря, чем занимаетесь в досуговом клубе. Хорошо. Это можно прям сопровождать, да? Да. Просто для детей дошкольного возраста очень важно быть в коллективе сверстников, потому что ребенок, он же человек играющий, и для него очень интересно быть вовлеченным в процесс игры. То есть он очень многое может сделать, он может сказать понятнее, чтобы его поняли его сверстники, он может там встать, доползти, добежать. Вот, поэтому для него это ведь не только социализация в коллективе, для него на самом деле это еще и реабилитация. Поэтому мы очень рады, что вот у нас функционирует этот центр, что дети имеют возможность посещать, на самом деле, все детки. Его очень любят у нас. Вот. Уходят с большим нежеланием. Так что, в общем... Ну, мы понимаем, что там и какие-то игры на развитие, да, и совместные игры, игры вместе с родителями. Ну, мало того, что там реабилитация проходит, мы отдельно посмотрим еще, что же входит в курс реабилитации, какие интересные занятия. Вот тут, я так понимаю, и игрушки, все это есть. Конечно. У нас работает специалист по досугу, который, конечно, подбирает необходимые... То есть, то, что ребенок может освоить, то, что вот будет тренировать его моторику, будет тренировать его коммуникативные навыки. В общем, в любом случае, чтобы ребенок развивался... Чтобы быть для него полезным. Конечно. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. А, Велина? Очень приятно, Велина. Скажите, пожалуйста, Знаете ли вы, что вдохновило Уорна Уотзона на создание Сиднеевского оперного театра? Вообще... Апельсиновые корки. Апельсиновые корки. Вот такой интересный ответ. Точно? Не думайте, что что-нибудь другое? Ну, попробую выбрать ответ. Выбрать этот ответ. Ну, между прочим, на удивление всем, это правильный ответ. Действительно, знаменитый архитектор когда-то сидел за своим рабочим столом, почистил апельсин и увидел то, что апельсиновые корки что-то интересное в его фантазии рождает. И вот как раз родился Сиднеевский оперный театр. Я вас поздравляю. Билеты на спектакль «Юнона и авось на льду» ЦСКА ВВС 23 февраля. Вечер освобождайте этого дня. Отправляйтесь с родным, любимым человеком как раз на это замечательное шоу. Я думаю, вот так вот. Это неожиданно. Неожиданно? Это неожиданный поворот. Действительно, когда тоже нашла этот вопрос и думала, что что-то другое. А вот оказалась такая фантазия. Творческие люди, они такие. Они даже в перселиновых корках видят что-то шедевральное, что стало действительно таким шедевром архитектуры какого-то строительства. Хорошо, давайте продолжим дальше. Но я так понимаю, что не все было прекрасно. Было когда-то помещение не отремонтированное. Расскажите, пожалуйста, вот эту историю. У нас есть фотографии, как выглядело до ремонта ваш центр, а потом еще и после ремонта. Как раз сравним, а вы пока рассказываете, как же добились того, что сейчас все красиво, свежо. Вот мы видим до ремонта, да? Ну, вообще, конечно, это удивительная история, потому что было письмо в администрацию города с описанием проблемы, проблемы, вот, и с просьбой, с нашей инициативой по строительству этого центра. И буквально через две недели был ответ, что хорошо, мы вам предоставим. Очень скоро нам предоставили именно это помещение, то есть с 89 квадратных метров. Для нас тогда был большой подарок. Нам очень повезло со спонсорами, то есть просто люди, которые взяли на себя вот это вот уже... Это вот уже отремонтированное, отреставрированное помещение, как выглядит сейчас. Слушайте, ну, конечно, разница до и после, это действительно шикарная. Причем это было очень оперативно сделано, то есть если в сентябре, в сентябре 13-го года был подписан договор, то в декабре вот уже состоялось открытие. Вот мы, конечно, безумно благодарны этим людям, но я хочу сказать, что вообще таких людей очень немало. Вот людей, которые готовы творить добро, очень внимательные и человечные люди, вот они нашлись именно в нужный момент. Знаете, мне кажется, те люди, которые делают добро, они получают какие-то добрые поступки, добрые, не знаю, советы и так далее, что помогает, собственно говоря, их делу развиваться дальше. Поэтому, мне кажется, здесь нет ничего удивительного. Слава Богу, что так все случилось. Это действительно хорошо, что нашлись неравнодушные люди, которые откликнулись, которые вот каким-то и финансово, и морально поддержали и помогли. Хорошо. Знаю то, что у вас проходят занятия и по реабилитации, и логопеды работают. Расскажите, пожалуйста, именно об этом, что вообще ожидает ребенка, родителя в вашем центре? Ну, вообще, если продолжать тему все-таки апельсиновых корок, то хотелось бы сказать, что у нас даже проводятся занятия с художником. Вот. На самом деле, любое творчество для детей, оно очень полезно. То есть развиваются, ну, все отделы головного мозга, развиваются руки, развивается фантазия, воображение. И с нашими детками работает художник, с нашими... У нас есть группа по хореографии. Сейчас есть договоренность с Федерацией, Самарской Федерацией УШО, и я надеюсь, что мы с ними будем сотрудничать. Вот. Но поскольку у каждого из наших деток существуют, ну, определенные дефекты, либо двигательные, либо речевые, то, конечно, каждый ребенок нуждается в... Индивидуальном. Индивидуальных занятиях, да. И поэтому у нас существует... Ну, во-первых, у нас почти уже постоянно работает, я имею в виду, что сменяют друг друга, работают логопед, дефектолог, психолог, дошкольный педагог, вот о ком я сказала, художник. Вот. У нас работает специалист по массажу, специалист по лечебной физкультуре. И единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы это был тоже человек, который работал постоянно. Вот пока нам приходится приглашать таких людей, вот, а очень бы хотелось, чтобы вот на постоянной основе мы с ними наладили взаимодействие. Елизавета, может быть, ты нам что-нибудь нарисуешь? Не хочешь что-нибудь нарисовать? Лиза? Хочешь, я тебе ручку тоже свою дам, а то ты потерял карандашик, нет? Вот, есть? Вот, держи. Давай, ну-ка, нарисуй нам что-нибудь, подари какую-нибудь картину для универсального формата. Очень, очень ответственно взялась Лиза за свое дело, за наше задание. Вот, что она сейчас будет рисовать нам во время прямого эфира. Но я так понимаю, то, что посмотрев фотографии, вообще у вашей реабилитации есть и какая-то терапия на песке, как-то она называется особенной, честно говоря, не знаю. Песочная терапия. Да, песочная терапия. Виктория, скажите, насколько вообще понравилась ли Лизе, быть может, понравилась ли вам? Что это? Интересно. Песочная терапия вообще очень хорошо снимает психологическую нагрузку и развивает мелкую моторику. И психологи, вообще психологи, это такая удивительная наука, они как-то так могут через песочную терапию, через общение с ребенком могут снимать какие-то у ребенка страхи, проблемы убирать. То есть, соответственно, мы очень довольны. Вообще все занятия и вообще существование нашего клуба, это стало просто выходом и спасением, по-другому не могу сказать, для нас, для семей, потому что, семей с детьми инвалидами ДЦП, потому что, на самом деле, много куда не берут детей, садики тоже только вот, ну, очень развитые дети, могут посещать садики обычные, дети инвалиды могут посещать садики специализированные, но опять же, неходячих детей туда не берут, а у нас, вот как Катя уже сказала, даже занятие с художником, я считаю, что это великое достижение, потому что, кто бы мог подумать, что ребенок, который не ходит, ну, может быть, даже не ползает, он может рисовать, рисовать, творить, это великое счастье для родителей, просто жить полноценной жизнью, и ребенок тоже, у него есть детство, у наших детей, у всех есть детство, оно красочное, оно яркое, и благодаря, по большей части, благодаря существованию нашей организации, в общем-то, благодаря нашей сплоченности, и благодаря нашему центру, потому что мы можем с любой идеей туда, то есть, и все можем реализовать, мне кажется, что нет непосильных задач, сейчас даже сложилось так, что слишком много идей, и иногда бывает даже мало места, потому что много желающих, много идей, и у нас с утра до вечера клуб работает, то есть по расписанию, там три комнаты, часто бывает, они заняты все, вот, и бывает даже, что тесновато, потому что, и причем это уже в декабре 13-го года мы открылись, это уже, да, год прошел, и обнаружилось, что на самом деле, да, нам уже мало места. Оказывается, да, есть еще идеи. Оказывается, да, потому что у нас уже и выходные, и в будни, что еще очень радует, что центр принадлежит, он, ну, не принадлежит, а как сказать, ну, наша организация, в общем, в распоряжении нашей организации, и мы там можем проводить, не как в других реабилитационных центрах, с понедельника по пятницу, в определенное время. Надо прийти туда в 8 на занятия, пришел в 8, надо уйти оттуда в 8, в 9 вечера, пришел в 8, в 9, то есть он полностью в нашем распоряжении, и... От этого хорошо. От этого, естественно, хорошо. Есть те люди, которые могут посетить удобное занятие в удобное время. Есть где отдохнуть, есть где посидеть, есть где попить чай, то есть удобно все, абсолютно. Нам вот Лиза нарисовала какой-то шарик. Лиза, что такое? Шарик. Шарик. Отлично. Я должна показать вам это. Вот такой вот замечательный у нас фиолетовый шарик получился. Я так понимаю, что уроки с художником прошли все равно не зря. Какие-то занятия, но это действительно очень замечательно. Что ж, я предлагаю поговорить о каких-то мероприятиях, о праздниках, которые проводит ваш центр, которым живет, наверное, ваш центр. Чуть-чуть попозже, прежде давайте посмотрим сюжет, а после вернемся в студию. Вот, пожалуйста, небольшая анкета, но тут стандартные анкетные данные. Перед этим я тебя попрошу ответить вот на такие вопросы. На обучении в инклюзивной школе журналистики Анна Панджакидзе в числе первых. Девушка успешно прошла сбеседование. Несмотря на инвалидность, Аня ведет активный образ жизни. Учится в музыкальном училище, участвует в волонтерском движении. Теперь решила попробовать себя в роли акулы-пера. Это, в принципе, очень интересно. Я люблю всякие новые проекты, мероприятия. Все, что может связывать с окружающим миром, если можно так сказать. И плюс у меня мама какое-то время тоже работала в газете, и вот мне стало интересно посмотреть, как это изнутри. Занятия в инклюзивной школе журналистики будут проходить два раза в неделю. За время обучения опытные преподаватели расскажут, как писать статьи и заметки, научат ребят фотографировать, познакомиться с работой радио, телевидения, интернет-изданий и пресс-служб. Школа инклюзивная, поэтому учиться здесь смогут как молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, так и все желающие. В поддержке молодежи с тяжелыми формами инвалидности это как раз самое важное. Именно инклюзивная деятельность. То есть, когда дети не являются просто пассивными получателями услуг, а когда они полностью действуют, общаются, работают наравне со сверстниками без инвалидности. Инклюзивная школа журналистики начинает работу в феврале. В первый поток планируется обучить 30 человек. А я напоминаю, что у нас сегодня в студии присутствуют представители Самарской городской общественной организации детей инвалидов и их родителей «Дети-ангелы». Ну и, собственно говоря, Елизавета нам сейчас расскажет, чем же она занимается в клубе. Лиза, расскажи, пожалуйста. Я занимаюсь танцами и собаками. Занимаешь танцами и собаками? Собаки – это тоже, я так понимаю, канистерапия, если я не ошибаюсь. И как зовут собаку, помнишь? Да. Как? Хана. Хана. Я даже знакома с этой Ханой. Хан и царь. И как? Царь. Хана и царь. Хана – это замечательная овчарка, просто грациозная девушка, которая терпит, наверное, все и помогает, рада помочь всем деткам. Была, кстати, в эфире у нас с Ханой, тоже была гостью нашего эфира. О царе тоже мы слышали. Хорошо. Хорошо, а что еще? А рисовать тебе нравится там? Да. Расскажи про кролика. Что это за кролик? Как зовут его? Его зовут Лиза. Лиза. Хорошо, замечательно. Красивый кролик. Я думаю, мама, наверное, тебе купила его? Да. Мама, отлично. Ну, я думаю, он будет твоим верным другом и знает, наверное, все твои секреты. Сама его выбирала. Сама выбирала? Сама выбирала? Да. Не прет? Нет. На собственные, ну, подарили деньги, на собственные деньги. Замечательно. Слушай, ну, я думаю, это верный друг, который наверняка знает все ее мечты, какие-то все ее тайны, обязательно поможет тебе их реализовать и воплотить в жизнь. Ну, я в это верю, по крайней мере. Думаю, наши телезрители, и вы тоже. Хорошо. Колледж Виктория нам изначально сказала, что вы мастер, мы самих затейник по праздникам. У нас есть фотографии с различными праздностями, с различными какими-то интересными событиями. Рассказывайте, какие мероприятия, ну, такие вот самые знаковые прошли в центре, организовали родители, в том числе и вы. Вот что-то видим. Это самый первый наш праздник, когда создалась организация. Мы в загородном парке нашли добрых людей, которые организовали нам его, в общем-то, пришли аниматоры, ростовые куклы, позволили нам в загородном парке кататься бесплатно, вот из-за вот все развлечения, это все нам было предоставлено бесплатно. Это наша была, наверное, одна из первых встреч в таком уже составе. Вот шоу с собаками, да. Мы не пропускаем ни один Новый год есть, соответственно. Ни вообще календарные праздники не пропускаем. Да, масленица у нас там, даже бывает просто на скорую руку. Напекли блины, нарядились. У нас очень часто участвуют в праздниках сами родители, то есть у нас шьют костюмы. Лиза с папой. Шьют костюмы и, в общем-то, в качестве аниматоров получается очень весело, получают удовольствие от этого не только дети, но и сами родители. Это обязательно, потому что родители тоже многие лишены какого-то общения в силу сильной занятости, ну и, может быть, какого-то недопонимания со стороны тоже такое бывает. Таким образом мы устраиваем праздники для всех. А вообще вот я хотела просто дополнить я к тому, что мне кажется, в этом году мы даже вышли на новый уровень, потому что летом был проведен праздник совместный для наших детей и для беженцев из Украины. То есть в Дубках это был необыкновенный праздник, и было необыкновенно то, что, как всегда, бросили клич, и очень многие откликнулись. Подарки, аниматоры, номера. То есть это был вот по-настоящему полноценный, отличный праздник для детей. Ну я так понимаю, что и на отдых вы выезжаете все вместе, дружной компанией, тоже у нас есть фотографии какие-то с отдыха, опять же там праздники устраиваете. Куда ездили, рассказываете. Ну вот в Дубки выезжали и, скажем так, отдохнуть, и приятным делом хорошим, добрым заняться. За Волгу. За Волгу. За Волгу, да. Если, вот, в общем-то, это за Волгу. О, песочная терапия, в общем, в таких условиях. Да, и там отдыхают все. Это вот во время курса реабилитации, выходной. Это у нас день рождения организации. Все были волшебниками, приходил у нас вот такой вот фокусник-волшебник. И дети поверили в волшебство. Дочь до сих пор вспоминает, что она волшебница. Вот это зоопарк. Мы организовывали поход в зоопарк совместный. Многие родители, как оказалось, ну просто не выходили в зоопарк, не выезжали с детками туда. Опять же, вместе всегда что-то делаем в первый раз. За компанию, как говорится. Ну да, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. То есть, конечно, когда объединяешься, то очень многие, казалось бы, нереализуемые идеи получаются реализовать. Это Новый год. Вот опять же, все угощения, это все находятся добрые люди, кто-то что-то для нас вот испекли. Ой, и Снегурочка к вам приходила, да, Лиза? И Снегурочка Дед Мороз был? Да. Да, это вот, кстати, вот хорошие подарки. Вот, в общем-то, вот мы уже не вмещаемся. Ну видно. Это наша самая большая комната, это наш зал ЛФК. Вот мы здесь, в общем-то, полностью. Это день рождения организации. Наша Варя с обезьянкой. Обезьянка, Чича, по-моему, ее зовут. Прекрасный тоже. Но опять же, все, что делается, это все мы приглашаем бесплатно. Очень много добрых людей. Но, как оказалось, что нужно им предложить сделать добро. Не всегда они знают, куда можно желание сделать добро. Так, давайте и предлагать, давайте, пожалуйста, вам шанс, камера перед вами, какие-то, не знаю, призывы для тех, кто, может быть, хочет сделать что-нибудь хорошее, приятную вещь, но пока не знают, с кем же все-таки соединиться, чтобы добро нести в массы. Ну, поскольку у нас общественная некоммерческая организация, то мы существуем только на членские взносы, плюс помощь спонсоров и благотворителей. Поэтому, конечно, мне бы очень хотелось обратиться к тем людям, к неравнодушным людям, которые хотели бы помочь, поскольку у нас направлений очень много. Что касается реабилитации, это всегда все-таки, всегда дополнительная и очень существенная нагрузка на бюджет любой семьи, и поэтому это одно из направлений, которые требуют большой поддержки. Еще одно направление – это непосредственно наш центр, потому что центр называется «Центр реабилитации и социальной адаптации». Очень много существует сейчас современных технических средств реабилитации, но они стоят безумно дорого. На самом деле, вот это вот очень большая статья расходов даже для самых крупных центров, а не говоря уже о нашем. С другой стороны, многие тренажеры, они тоже способны творить чудеса. Но я просто для примера приведу, то есть если обычная беговая дорожка стоит, ну, допустим, 30 тысяч, то беговая дорожка для наших детей – это начиная от 200 тысяч. Если обычный велотренажер стоит те же 30 тысяч, то велотренажер, который нужен нашим детям, уже ближе к миллиону. То есть суммы действительно глобальные, огромные. Ну, с другой стороны, да, вы сами видели, сколько детей приходит в наш центр, и у всех у них, если вдруг появится у нас вот эта вещь, то у всех у них появится возможность реабилитироваться. Да, ну, и плюс к тому, нам приходится самим нести, как бы, вот это содержание, содержать центр, расходы на содержание центра, потому что мы сами оплачиваем коммунальные платежи, аренду. Вот, и если, конечно, кто-то готов помочь и поддержать нас, мы будем очень благодарны. Хорошо. Ну, и к родителям, которые столкнулись с такой же проблемой, у которых детишки, ну, с каким-то, может быть, пороком, с какими-то, может быть, проблемами, приглашаете в центр? Да, конечно, приглашаем. Обязательно не отчаиваться. Период самый сложный – пережить, понять, что жизнь продолжается. Приглашаем родителей к нам в центр, в нашу организацию, присоединяйтесь. То есть на нашем опыте, на нашем примере вместе мы можем все, это однозначно. Можем многое, может быть, не все, но многое. Приходите, мы очень ждем инициативных родителей, обязательно, потому что, опять же, повторюсь, все, что мы делаем, это делать с только силами родителей, с привлечением сил со стороны, но это все родители, это все мы, все для детей. И поэтому любые идеи мы готовы обсуждать, готовы реализовывать. Приходите, отчаивайтесь. Найти нас несложно. Вот дети Ангелы Самары, любая поисковая строка, и это первое, что, в общем, всегда вы увидите. У вас же сейчас есть сайт, который активно работает, активно выкладывает какую-то информацию о мероприятии. Там абсолютно вся информация, да. Мы есть везде в социальных сетях, и на нашем сайте абсолютно вся информация есть. Там очень подробно все расписано, все наши курсы реабилитации, вся планируемая реабилитация, наши потребности. Там абсолютно все есть. Вы можете выходить на этот сайт. Самара-ангел.ру Да, очень аккуратно. Ну, в любом случае, поисковая система Дети Ангелы ищет именно вас, проверена лично мной. Что ж, ну, я вам хочу сказать спасибо, что вы не отчаиваетесь, во-первых, что творите такие добрые дела, что... Ну, я, во-первых, верю в вас, верю в ваших детей, и я думаю, что действительно вы молодцы, что даете детям детство. Они не знают, наверняка, своих проблем, они понимают, что живут полноценной жизнью, что действительно они верят в то, что у них все хорошо. И это самое главное. Что ж, дорогие друзья, вот сегодня мы узнали с вами о таком замечательном месте, как общественная организация Дети Ангелы. Если вы хотите помочь или хотите присоединиться, то милости просим. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова